что же всем привет с вами снова я артем и мы с вами продолжаем проходить в общем-то наш survival мод в режиме в игре в смысле long dark так у нас прошлой части очень сильно так волк конечно так смотрю покусали но я думаю все таки мы пойдем создают раз дальше смотреть что у нас здесь есть по локации так дальше с наверное да сейчас мы наверно глянем вообще чего у нас здесь наверху есть точно так что у нас тут есть наверху во первых давай-ка бледная бухта так бледная бухта бледная бухта ты где вот она у нас да так давай раскрыть и смотреть систему пещер вершина в конце ущелья так водопад в конце ущелья вороний переход длинный мост жилые помещения рабочие замерзшие устья так ну короче здесь нам очень наверху что нам надо отметить это радиовышку и еще вершину в конце ущелья вот это вот в общем-то да так далее заберем из печки уголька себе кажется нас этими с волчарами но будем быть поаккуратнее все таки были на не зараза блин твари больно больно очень кусают данная сейчас еще попьем чаючку чтобы он у нас восстанавливался потихоньку я надеюсь здесь мы не помрем реально я надеюсь здесь мы не помрем потому что реально локация эти не буду врать реально очень сложная именно из-за волчар непосредственно он у нас да конечно уже там стая грубо говоря их лежит отдыхает на солнышке локация реально вообще вообще совсем не хухры-мухры если чё чтоб ты понимал поэтому тут блин надо вообще ухо востро только так держать если он у нас уже трое по моему до лежат там у нас еще один надо выдаваться на них револьвер использовать знаешь ух ты вот сейчас стрелу кстати нашли них реально револьвер использовать то есть не лук я так понимаю потому что лук этот револьвер у нас что больше пугает если чё вообще вы взяли бы конечно сюда бружьё нам вообще с тобою бы вот конечно ружьём нам было бы классно сюда притащить на эту локацию с ружьём я как-то вообще наиболее спокоен в ней был бы но у нас реально очень мало к этому кружи патронов если чё поэтому это мы давай-ка с тобой имейте ввиду вот так револьвер у нас сто два патрона аж так вон он там блин бегает тварь такая мне кажется стрелу потратила дофигища просто благо он тут один благо он тут один у нас но он на нас на поэтому не нападет вот если бы здесь было бы два или три да они конечно вместе бы блин загрызть вообще могут на изи вода играем и на сталкере но при этом на сталкере грубо говоря необычном вот на сталкере в котором у нас отключен реген хп очень ты решил я очень себе вот такую грубо говоря да челлендж типа того замутить в режиме выживания вот это как бы очень сильно все усложняет я бы сказал в этой локации эти серьезно говорю без каких-либо шуток чтобы понимал это очень так серьезно и усложняет так сейчас наверно так и здесь мы зарисуем потом пойдем эту зарисуем радиовышку и потом наверно пойдем спускаться все таки я наверно пофиг я наверно дальше буду на них огнестрелы использовать на этих волшар всех что это просто блин что-то с чем-то конечно дальше я думаю что нам особо этих самые 100 их не встретиться прям но на всякий случай сразу тебе говорю лук это прям тут вообще-то такой этот крайний случай будет тип того у нас то что это прям что-то так вершина в конце ущелья отлично зарисовали короче погнали дальше теперь нам надо к этой краде у вышки сейчас наверное еще дать поспим после того соответственно когда мы краде ушки придем в этом в домике философа и потом соответственно пойдем спускаться вот на радиовышке нам надо взять код от мастерской здесь местный то что в мастерской мы как раз таки сможем с тобой крафтить патроны себе вот и соответственно вообще я сейчас хочу сделать на это локации этого картографа то есть адрес на все тут зарисовать что можно все-таки картограф это но как сам понимаешь это более заковая продолжительное более опасное дело тоже все-таки нам на все все локации здесь посетить да так или иначе вот а прийти сюда не знаю там по крафтить патронов мы в общем принципе в любой момент можем если чё поэтому это для нас вообще не проблема так вот смотри воронц воронц сколько скажешь на 1 на 8 над аленьем до кружит получается так чё у нас там 38 правильно бойся меня зараза собака такая они они вот если если они одни то они они на тебя фиг нападут я серьезно говорю если вот их больше вот это да вот тогда они блин дают конечно тут жару аши триндец просто как дают жару все лесные волки ваша так он у нас кровью истекает конечно я надеюсь что она скоро в общем помрет просто часто минус 2 градуса но шо это оленья этот оленья плащ из лося кстати тоже очень мы специально для этой локации между прочим да сделали чтобы он нас как раз папа это посильнее от этих вот от волчар всех защищал это да даже блин через лосиный плащ внутренно прикинь 1 150 процентов хп просто тупо съела то есть это значит то что как бы плащ конечно у нас из лося но здесь все равно блин такой себе я конечно знаю что бы они делали с этим если бы я был с этим с бронежилетом волки нет я сейчас на даже интересно с броник этот взять которые в этом в черном камне сюда в общем притащить заречь они блин тогда будут делать уж по идее тогда должна быть защита еще больше и тогда по идее опять же да они должны еще меньше снимать насчет я в этом и как не уверен если честно тогда сейчас машинки вот и вся смотрим так тут у нас еще есть ухты говязинка вкуснямба хорошо так тут че есть надо было еще этот сигнальный пистолет взять точняк надо было еще сигнальный пистолет взять вообще в идеале потому что я тут так это подумал после сна прошлой серии то что почему я блин не взял с собой еще сигнальный пистолет потому что реально на волчар это прям мне мне кажется волчар еще бы этого вот все сигнальный пистолет реально бояться очень сильно я конечно да не уверен опять же в этом но почему почему-то мне вот так кажется еще конечно очень идеально будет если мы здесь что найдем этот самый шприц первой помощи тоже моего наверно сразу себя вкулем но вот это на радиовышке это так чем мы сейчас идем в этот зон философа там спим и соответственно спускаемся вниз получается да так радиовышка окей дальше то сейчас мы зарисуем у нас как раз ночь вообще замечательно так время действия прошло окей окей так тут у нас еще есть да нафиг отсюда все зарисуем мне кажется отсюда у нас много чего откроется но я бы не сказал что прям так много всего открылась так давай сейчас в эту в радиовышку пойдем конечно на меня уставший уже триндец хотя он по моему вроде спал он по моему вроде спал так что-то не видно нифига зажигай просто как-то с этой со спичкой здесь здесь нам реально очень много чего обыскивать со спичкой надо поэтому все таки мне кажется так это более эффективно будет на бейсболка да только так фальшфлеер давай берем нет ерунда все реально ерунда так ухты чипсики чипсики это неплохо патрошки кстати для револьвера вижу а нет это 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 гильза да да зараза это гильза только это не патрон так давай берем отчет о шприц шприц замечательно шприц первой помощи отлично это и значит что что мы сейчас восстановимся с тобою когда у этого дома будем в него вколем уху стрельба еще по револьвером здесь у нас да револьвер у нас прокачан и поэтому не вижу смысла опять же брать только лишний вес нам будет мой погнали погнали да сейчас опять в дом философа так давай до туши вот наверное с утреца в общем утречком мы соответственно пойдем дальше конечно нас мясо блин но у нас у нас вот этого много конечно всякой такой ерунды плюс еще че че есть нормально нормально не придумаем выживание такой уж им переживали правильным с тобою мы уже прям вообще настолько тут вообще закаленные тут аж со 100 дней а что тут как-то выжили же правильно что-то одну локацию состояние за всем зарисуем ее конечно же что ты думаешь а правильно правильно я так думаю если честно так в дом философа значит да щас окей так он мне правда уже сейчас это умирает потихоньку это в плане в плане именно что усталости так дом философа вон он там надо до дом философа мы дойдем тем более на шприц еще есть конечно дойдем что-то думаешь на на сейчас вообще в колем себя когда у него тоже к красненько пойдет по усталости и наверное его вся в колю и соответственно быстренько там до кроватки с тобой добежим если она наша станет красный до усталость она у него по моему вот сейчас вот где-то как раз таки уже должна стать да все погнали так давай еще пей чайку своего волшебного сколько нас там по хп то сто один процент серьезно не не сто один процент точно наверное где-то сорок семь типа того тогда все сейчас он уже это начинает но хотеть спать ешь на медведя так все все давай спать 8 часов северное сияние кстати по моему да так что давай пей чайок и сейчас уже до конца досыпай еще четыре часа и будет вообще нормально так да отлично пьем водичку ух ты блин там бурень поднимается конечно в ее холодиль то какая-то гляди ну конечно утро блин понятное дело я конечно же да все понимаю но нам реально нам не надо пока что оставаться мне кажется сейчас наверно знаешь что лучше спустимся вниз там у нас как раз еще один домик будет внизу мы наверно в нем заночуем чем здесь сейчас оставаться бедная бухта не смотря на это серьезная локация а блин тут троса нету погоди нас там по им наверху трос лежал это в доме философа там по им реально лежал трос я вот насколько помню там реально был трос в доме философа сейчас но нет сейчас наверно все таки надо будет подождать то что блин это триндец конечно в такую погоду лезть дальше я нибудь не знаю часок может даже два подождем создавай чтобы прогрелась хоть чуть-чуть так дом философа по моему здесь тебя был трос олимпийский вот он да давай наверно спи и но чуть-чуть не знаю два часика до подожди немножко и опять у него риск аустрофобия этот зараза все равно блин зараза холодно ты гляди все равно зараза блин ему холодно на улице-то так давай 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 так давай короче да сейчас собач трос так и давай сейчас спускайся тут триндец конечно холодно эти что хочу сказать очень холодно реально очень сильно холодно там 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 Субтитры сделал DimaTorzok Давай терпи Так, вон там, по-моему, домик этот, про который я говорил Правда, сейчас, конечно, в нем спать еще тоже, знаешь, учитывая то, что у нас рискало устрофобии Такое себе тоже Я, наверное, знаешь, туда сейчас это приду, погреть где-то часик Возьму, не знаю, там запасики какие-нибудь Надеюсь, что у меня тут есть У нас так или иначе Сейчас еще и ветер поднимется, да? Ну, блин, вообще красота Просто, блин, трындец, а не локация, я тебе что хочу сказать Просто трындец, а не локация Пустая поленница, ясно Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть сундук, например Так, дровишки давай берем Так, корм для собак разрушено, понятно Так, гриль Так, металлическая полка, окей Так, 73 литра, кстати, в фонаре Можем вполне себе его взять Так, свитер толстый, шерстяной Мне, конечно, кажется, знаешь что? То, что мы здесь, наверное, вряд ли найдем то Что-то, что лучше, чем то, что у нас есть Конечно, в этом домике И вообще, в принципе, на этой локации Это, конечно, очень сильно вряд ли, да? Наверное, часик сейчас поспим Глянем, что у нас будет по погоде И пойдем, наверное, дальше В любом случае Я, конечно, сейчас очень не хочу метель себе какую-нибудь В идеале, если сейчас будет вообще тепло нам Ну, холодновато, конечно Конечно, но все равно лучше, чем Лучше, чем было, по крайней мере Это точно Или даже жарковато, смотри-ка Нормально, да Согрелась у нас погодка, ты гляди Так, нижний водопад вор Ну, давай здесь сейчас зарисуем Так, что у нас здесь вообще по местам-то? Так, бледная бухта Вороний переход Так, погоди Так, ну, вроде я все помню, где здесь что находится Поэтому, в принципе, проблем тут особо сильных у меня возник не должно Давай, ешь, наверное, говядинку Нормальненько Так, пей Так, воды у нас, конечно, мало тоже Ну, это нормально Это нормально Воду мы, если что, всегда покипятить можем Так, ух, там у нас этот олень получается, да? Красавица какой, смотри, идиот Гордый Гордый олень у нас там Так, мне бы сейчас, наверное, волков бы не встретить Лесных тех же Потому что если я их встречу, то чую я, что у меня вообще триндец будет Значит, реально, это твари еще те Вот я тебе серьезно говорю Помяни мое слово Лесные волки, они, блин, страшнее гораздо, чем, не знаю, чем медведь, чем лось тот же самый Я тебе это серьезно говорю Вообще не прикалываюсь с никоим разом сейчас Лесные волки с ними вообще, с ними реально не забалуешь прям Так, ну я их тут, по крайней мере, не вижу Меня это, конечно, несказанно радует Что я тебе хочу сказать, дружище То, что я их тут не вижу, это меня реально очень сильно радует Волков этих лесных Пропади никуда-нибудь Порвали меня, видите, льда в прошлую часть Вообще триндец порвали Я прям вообще не могу просто Я так на них зол До сих пор Так, вот здесь нас, по-моему, да, этот оползень Здесь вот сейчас будет, вот там вот он Надо было сразу вообще на них этот револьвер использовать Знаешь, то есть это я, конечно, зря начал Из них это из лука полить Конечно, из револьвера их это гораздо проще отстреливать, мне так кажется Я говорю, реально, самое вообще оптимальное на них это ружье Самое вообще удобное Но ружье я не хотел брать, потому что, блин, оно зараза долго весит Как бы Вот, а поэтому как-то не особо сильно, если честно, перегружать этим хотелось всем Ну и плюс ко всему, у нас еще кружью это патронов мало Тоже давай об этом тоже не забывать Так, вот ты, господи, ты что-то постоянно хочешь есть А вот у меня, вот, объясни мне Пожалуйста, дружище Я понимаю, да, что ты хочешь есть Но, блин, ну ты потерпи хоть немножечко-то, ладно Их как-то, знаешь, тоже не особо хочу этими волками кормить Потому что, блин, они Они менее сытные, знаешь ли, чем медведь Все-таки он нас Медведя, да В последнее время ел Менее сытные, менее вкусные Менее, грубо говоря, они еще жесткие У них мясо, я так, это, насколько знаю, у волчаров Вообще у любых, да То есть, как бы, это не только лесные Так, вот там у нас может быть еще Михаил Потапыч Тоже это надо иметь в виду Михаил Потапыча надо реально иметь в виду Кто тут, господи Побежал, видишь Зараза, ах ты какая Я, конечно, не понимаю, почему Из именно лесных волков нельзя, не знаю, что-нибудь там все уникальное такое сшить Прикинь, была бы такая черная шуба, да, из волков А здесь из белых можно было бы белую себе шубу вообще сделать Вот это было, по-моему, круто Это, конечно, был бы довольно такой этот, ну, типа просто банальный рискин Типа того, но это же шуба, да Но это было бы реально, по-моему, круто Если бы вот именно из этих волков, то есть именно из лесных Потому что у них же шкура, она белая, да? Как ты видел А из них, чтобы можно было такую белую себе сшить Вот это было бы, блин, по-моему, классно Потому что, а то что, ты с них той шкуру сдираешь И у тебя получается, опять же, та же самая шуба То есть, как бы, без приколов каких-либо А так прикол бы был И этот прикол, он был довольно-таки прикольный Как мне кажется, был бы Если бы, опять же, так бы сделали Так, Потапыч Потапыч, ты тут есть? Или тебя тут нету? Тебя тут ждать, или тебя тут не ждать? Давай так Объясняйся Просто, как бы, если тебя тут ждать То окей, я тебя подожду А если не ждать, то у тебя зачем вообще ждать-то? Так Вроде нет Окей Запомнили, здесь Потапыча у нас нет Так, это у нас закрытое Так что, давай к топорик, наверное, возьмем Блин, риск клаустрофобии, конечно, мне не нравится То, что у меня сейчас есть То, что у меня есть риск клаустрофобии Мне это, конечно, вообще не нравится Так, зимние штаны Давай сейчас глянем Они у нас лучше, чем Да, несмотря, они лучше, причем намного Да, наверное, их это Подштопаем себе И, соответственно, их оденем Во Так, тебя, наверное, разорвем на ткань Зимние штаны, как ты гляди Они лучше, причем намного Чем эти, чем Те, которые у нас сейчас есть Ну, блин, вообще ерунда вот серьезно Какая-то здесь В этой локации Как-то себя она особо не оправдывает Конечно, чего я хочу Выживаю уже сто дней здесь Чего тут на локации же жалуюсь, правильно? Скажите, вот ты, конечно Потапыч Потапыч, тихо Потапыч, это, блин, плохо Хотя С какой стороны, в принципе, посмотреть Тоже Потапыч, иди сюда Потапыч Ля-ля-ля-ля-ля, ты мой потапыч Так, давай, наверное, сейчас выберем стрелу какую-нибудь Я не знаю, чтобы она у нас это менее была Так, сейчас вообще приманим к себе Давай, иди сюда Иди сюда Нормально все Сейчас, наверное, его прям отсюда Из-под тишка, типа того, такой, знаешь, типа Закошмарим Потапыч, иди сюда Потапыч Я надеюсь, он ко мне в будку не забежит вот сюда А то это как-то, блин, прикольно будет, по-моему Давай, сейчас поближе подпустим Так, все, попал Угу Две стрелы И сейчас давай тут спать Вообще, я тебе серьезно говорю Сейчас он у нас поорет Побежит, повопит И, соответственно, помрет Потому что я вообще слышал, знаешь, еще какую вещь То, что не надо Короче, если ты убил медведя Не надо это, заходить в локации с подзагрузкой Тоже, потому что Они, по-моему, типа это Восстанавливаются То есть, если ты зашел, соответственно, в локацию под загрузкой То у тебя, Михалыч, очень Большая вероятность есть того Что он у тебя просто тупо восстановится И все Я это серьезно говорю Я это слышал Так, давай, наверное, сейчас топим воду Потому что по воде у нас реально пипец Так, давай, спи Часика два Я надеюсь, у нас Потапыч за это время Это помрет уже И не знаю Где-нибудь, может, там Пять килограмм, да Давай с него срежем Так, и где наш Михаил Потапыч? Давай сейчас пойдем его искать Эти серьезно говорю Эти серьезно говорю Сейчас давай пойдем его искать Конечно, сейчас будет прикольно Если мы его живого найдем Но по идее нет По идее он должен все-таки это Отъехать В мир иной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, вон там-то у нас его берлога Давай, наверное, утром Давай, наверное, утром Реально, да Его все-таки будем искать А то как-то ночью, знаешь Такой себе Я думаю, у нас, если что Впервые просто найдет И полезет обниматься А я этого реального и как не хочу Учитывая мой процент хп Ну и просто утром эти самые По-по-по-по воронам Его проще будет найти Банально, опять же Сейчас, да, давай пойдем на На маяк, вот на тот Вот на разрушенный Там, соответственно, спим Во, и, собственно говоря Утром идем на поиски Михаила Потапыча Нашего Многоуважаемого Да? Я думаю, что да Газет вообще дофига Нафига я столько Нафига я вообще с собой газеты беру, а? Вот кто-нибудь мне это объяснить может Серьезно Дурачок только так Дурачок только в путь Мне же газеты вообще не нужны абсолютно То есть это труд, чтобы ты понимал А мне труд сейчас Он как бы он просто тупо карман забивает Считай Нафига я их беру? Серьезно Сам не знаю даже Так, все, да Плохая видимость у тебя Да, наверное, ешь Вот эту вот приколюху Так, что тут клен у нас растет Дай-ка, наверное, срубим Заберем его с собой Унесем сквозь злые ночи Так, что, а ночь-то у нас только начинается Ты гляди Вон там он, конечно, может быть Вот там вот, видишь, там вот у нас точку Прямо сейчас посередине экрана Может, это, конечно, у нас Михаил Потапыч лежит Но мы это все равно Это мы, наверное, узнаем Соответственно, днем Утром даже Когда уже будет более для нас безопасно Куда-либо идти Вот тогда мы это, соответственно, будем уже Узнавать Так, Канада Канадские леса, господи Так, здесь даже, по-моему, поспать можно, да? Без этой, без... Да, отлично Здесь вон Так Еще книжка есть Замечательно Правда, еды бы здесь, конечно, найти Не знаю, батончик какой-нибудь Залежалый хотя бы Тоже нормально Тоже пойдет Вполне Вполне себе пойдет Как питание на ночь Я бы этому блюду поставил Пять звезд Из пяти Так, и давай, наверное, спать Сейчас А что, реально, я даже По-другому-то не вижу никак Нашего, как бы Дальнейшего, да, варианта Сколько там тебе? Семь? Да я не знаю, наверное, сейчас поедим Вкусненько Дальнейшего, наверное, четыре часа опять так же спим Так Все, да, поспал ты Дай, наверное, ешь Тимофеевку Конечно, вот Тимофеевка вообще тема Тимофеевка вообще тема Она, блин, весит мало Она не портится вообще у тебя никогда Тимофеевка нас реально очень сильно спасает сейчас Чтоб ты понимал Ее вот реально Ее именно на перекус, по крайней мере Вот какой-нибудь вот такой Знаешь, очень так это классно, по-моему, держать При себе Когда еды такой прям этой Многокалорийной, типа того, нет Вот, а что-то скушать хочется Надо с собой реально иметь Тимофеевки Чуть-чуть хотя бы Так, давай, ждим Так, что у нас? Туман Туман, офигеть Так, упавший маяк Ага, вороны полетели Окей, давай тогда ешь Тимофеевку Наверное, еще часика-два Спи Я надеюсь, за это время у нас туман на это разойдется Я реально надеюсь, что у нас за это время туман разойдется Да, туман у нас разошелся Замечательно Давай, пей И пойдем сейчас тогда на поиски Михаила Потапыча нашего Потому что, по-моему, вон он вот там Вот там, видишь, вот прямо точка Прямо чисто посередине края Вот там вот он, по-моему, как раз у нас лежит Если это, конечно, будет он, то это прямо вообще будет бинго То, что мы его сразу уже с тобой зажарим И вкусно покушаем Михаил Потапыч с тобою Это прямо сейчас такое бинго будет Что ты себе вообще не представишь Какое-то бинго будет Я правда фиг его знает Правда, что это такое там Вот там вдалеке, да? Но, по-моему, это Михаил Потапыч По-моему, это я серьезно говорю Это Михаил Потапыч наш С двумя стрелами В нем именно две стрелы должны торчать Наши, между прочим Это, конечно, прикольно будет Если я туда приду, он, не знаю, такой Из-за камня где-нибудь Вот там, да, выходит Такой, привет Дядя, ты тут думал меня убил, а? Вот, ну вот, нате Вот, нате, да Да-да-да, привет-привет-привет Но, по-моему, это все-таки он Вот там вот он лежит Я, конечно, в этом не уверен Но что-то, чем я, короче, ближе Вот к той точке подхожу сейчас Тем что-то мне больше все-таки кажется Что это именно он Конечно, там у нас птичек не летает, опять же А, нет, летает Летает, да-да-да-да-да Это он, это он Это я тебе серьезно говорю Это он Я тебе это прям со стопроцентной вероятностью говорю То, что это именно он Потапыч Привет, как у тебя дела? Я серьезно говорю, это он Мишаня Мишаня, ты наш Родимый Так, сколько мы с тебя килограмм будем срезать? Давай, наверное, где-нибудь штучек шесть Я так срежем Вот, на мосту, наверное, разведем кстерок И тебя пожарим Вообще красота будет, да? По-моему Да, смотри-ка Как я его прям заприметил Да, смайка Вон оттуда Вон оттуда, вопреки, не увидел Вообще прям Вообще прям Ой, я красавчик Ой, я даю, конечно Ой, молодец Наверное, я сим Семься вообще-вообще срежем Да, я, конечно, знаю То, что нам еще нужна его шкура Вообще в идеале Ну, это прям вообще в идеале Чтоб ты понимал То есть Как бы Если бы он у нас Да, соответственно, был на этом загадочном озере То да, я бы ее срезал, естественно Но Но он у нас здесь Поэтому Я, соответственно, шкуру С него срезать не буду Потому что ее еще переть, блин Через эту Через одинокую топь Ну, его нафиг надо Так, ну то, что мы, конечно, стали по тапче завалили очередного Это вообще замечательно Мы его сейчас поедим У нас будет еды Навалом Просто Ну, как Как сказать навал Конечно, 7 килограмм Это не сказать, что навал Но 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 это медведь Это медведь У него там вообще Дофига калорий просто В этом Михаил Потапчу В нем просто дофига калорий Ты это как бы имей ввиду, да? Так, длинный мост Давай-ка зарисуем Что у нас опять? Опять холодиль, да? На улице Ммм Так, ух ты, шарф Из хлопка, да? Ну, наверное, это бы Балаклава моя Она получше будет Ух ты Батошку Батошку нашли Батошку Давай берем Так Носочки олимпийские Ну, тоже, если честно Такое себе Удовольствие Ух, а вот это прикольно А вот это прикольно Такое батончик Это, конечно, прикольно Давай, наверное, сейчас его съедим 27% Потому что он Я думаю, он у нас скоро бы Испортился бы Так, еще Батошка Обезболивающая Я вообще не вижу смысла Если честно Сейчас брать И вообще Вот если честно Знаешь, наверное Самый такой Этот вот Ненужный предмет Это все-таки Это обезболивающие Эти таблетки Да, для воды Вот Мне кажется Это реально Это самые, блин Ненужные здесь предметы Именно в плане В плане аптечки Непосредственно Так, я надеюсь Здесь вот наш костер Не задует Если честно Ух, а здесь еще Эта горючка есть Да, наверное, горючку Сейчас разведем Вот здесь вот Давай Давай, наверное Вот так вот Мы его разведем Сделаем себе Михаила Потапыча Наверное Уголька добавим Уголька у нас Довольно много Так, еще уголек Бросим Зато водички Попада Сделаем себе Тоже Вот сюда Да, давай Кипятить воду И сейчас Наверное Давай-ка Прием пищи Се организуем Небольшой Покушаем Так сказать Медведа Нашего Попьем Еще чуть Покушаем Ага Так И вот Все хорошо Еще даже По температуре Хорошо Все Замечательно Я бы даже Так сказал Конечно На здании Большой Есть перегрузик В 5 килограмм Но Это Это такое Уже Конечно В 5 килограмм Он совсем Не такой уж И маленький В принципе Я это Понимаю Так Наверное Погнали На консервный Завод Сейчас Сейчас Нас там Наверное Волчар Будет Вообще Дофига Я серьезно Говорю Вон их Там Вон их Там Видишь Их там Скуку Вообще Вообще Офигеть Там Их там Три штуки Ты прикинь Их там Три штуки Как минимум Нормально Да Ну-ка Волчари Ой Какой Господи Товоре Ну-ка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, все Конечно, один меня покоцал Но это нормально, бывало и хуже В принципе Коцают-то сильно, а собаки довольно Коцают собаки реально сильно Твари, блин, такие Три штуки волчар, прикинь Просто так, просто тут гуляют Вообще, считай себе Нормально, да? Ох ты боже мой Я обожаю эту игру Я серьезно, просто тупо обожаю Я тебе это без приколов Вот реально каких-либо сейчас говорю Я просто, блин, обожаю вот эту вот игру Это ничего не знаю там Ни прикол, ни какой-то Я просто реально очень сильно, блин, люблю Кто бы там, блин, что ни говорил Кто бы тут в этой игре, конечно же, кому бы что бы в этой игре не нравилось Я ее просто обожаю, блин Так или иначе Так или иначе Ох, господи. Ох, господи. Ох, господи. Прям волчары? Натуральные прям волчары. В натуральную их величину. Волчары прям такие, что вообще аж трындец. Так, леска. Так, тут пусто. Окей. Так. Окей. Значит. Сейчас мы ночью. Или там, не знаю, сейчас, наверное, разгрузимся. Полезем его туда. Угу. Так, ух, тут еще самодельный топор есть. Просто понимаешь, вот такие вот вещи, их, блин, их жалко. Не знаю, их жалко здесь, конечно, да, оставлять, чтобы ты понимал. Я их реально просто не хочу здесь оставлять, потому что я понимаю, что... Как бы все это мне нужнее именно дома. А я, блин, приходится оставлять здесь. Вот хочешь, не хочешь, их приходится все-таки здесь оставлять. Еще бы, конечно, вообще в идеале сейчас нам дождаться северного сияния. Если сейчас будет вообще следующая ночь северное сияние, то это вообще красота. Потому что мы сейчас с тобой, наверное, сразу откроем этот самый завод. Потому что там надо именно северное сияние. То есть, как бы, по-другому, по-любому ты его не откроешь. Так, давай, наверное, здесь оставим топоры наши. Вот этот и вот этот вот. И, наверное, сколько-то еще... Привет, дядя! А ты тут вообще, что ты тут забыл, а? Нет, ты вообще-то... Он нормальный, нет? Мне вот это очень интересует. Товарищи волки, вы тут вообще нормальные, а? Не знаю, не бешеные там, да? Все-все-все-все-все-то очень хорошо, да? У вас... Так, да, на один съедим. Пофиг, его, наверное, сейчас выбросим. Да, придется, наверное, вот здесь вот выбрасывать. Так, все, давай, забирайся. Так, водится. Есть. Ага. Мне кажется, конечно, вряд ли я тут что-то найду сейчас. Книжку, правда, нашел, но... Тоже такое себе. Если честно. Зато еще наборчик для шитья нашел. Еще один, кстати. Вообще нормально. Так, волки никак не угомонятся. Мне удалось забраться наверх, но они не уходят. Почти вся еда здесь испорчена. Надо подсказать что-нибудь в мастерской на старом консервном заводе. Но, похоже, я тут застрял, парни. Надеюсь, скоро меня найдете. Оставлю это здесь на случай, если станет еще хуже. Так, ах-то консервы эти разрушенные. Нафига я их с собой взял? Я сам не знаю. Так, чипсики, сироп кленовый. Красота, живут люди, а? Моряки. Офигеть, вы, конечно, моряки живете. Так, ну сюда уж волки-то у нас, наверное, не залезут. Я так понимаю. Ой, да-да-да-да-да-да. Пугайте меня, конечно. Орите там сколько хотите. Я на вас обиделся. Я вот такой вот, да. Я на вас, волчара, обиделся. Я больше вас, как бы, особо сильно с вами связываться не хочу. Да, вы сильные. Да, вы очень больно кусаетесь. Поэтому, соответственно, да, я на вас, если чё... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok